Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки Низи Легенды и сегодня у нас платиновое испытание мощь. В этом испытании 3 эпизода, ограничено количество героев, играет только герои класса мощь. Причем друзья, для первого эпизода я хотел бы взять Рафа и посмотреть как он справится с боссами, ну и с вот этим первым эпизодом. Итак, сумеет ли Раф победить всех врагов? Сейчас вы это увидите. 3 волны, чувствую Рафу будет непросто, но тем не менее друзья, сразу же давайте-ка я прокачаю атаку нашего Рафа, чтобы Раф сумел наносить кратический урон. Отлично, итак, один из крангов атакует, но своей контр-атакой Раф шутя его уничтожает. Вот что означает прокачанная атака. Видите, Раф шутя с первого удара уничтожает всех врагов. Ну что ж, здорово. Итак, переходим к следующей волне. Вот, причем друзья, на сей раз давайте-ка я вызову огонь на себя, привлекая внимание вот роботов крангов и еще крангов на шагающих платформах. Итак, враги атакуют. Вот, но своими контр-атаками Раф шутя уничтожает всех врагов. Ну что ж, здорово. Итак, смотрите, насколько наш Раф мультяшный крут. У врагов нет ни единого шанса, хотя вот один из роботов наложил негативный эффект на нашего Рафа. Он, вот, но Рафу удалось его снять. Отлично. Итак, последний враг уничтожен и мы переходим к битве с боссами. Итак, посмотрим, как Раф справится с лавовым и ледяным големом. Кстати, друзья, интересно, останется ли у нас еще прокачанная атака или нет. Ну и сейчас посмотрим. Итак, пытаются големы выяснить, кто из них круче. Сражаются, вот, выжимают руки, но объединившись выступает против Рафа. Итак, у нашего Рафа целая куча положительных эффектов. И лавовый голем, вот, заплевав Рафа огненной лавой, нанес ему негативный эффект, дебаф. Раф уменьшил, постепенно наложил на него, вот, негативный эффект, постепенно уменьшение здоровья. Что ж, я попытаюсь выбить вначале, вот, лавового монстра. Для этого Раф наносит удар сайс разворота. Мощный удар и враг повержен. Что ж, здорово. Итак, ледяной монстр пытается заморозить Рафа, но своей контратакой Раф шуча уничтожает, добивает этого противника. Ну, что сказать. Раф лучше всех. Крутой, прикольный, забавный герой. И мы переходим к следующему эпизоду. Кстати, друзья, это был самый слабый эпизод. И самое главное, друзья, мы собираем снаряжение мощь, которое нужно для прокачки героя на максимальную седьмую ступень. Кроме того, я могу попробовать что-то добыть из мешка добычи, но, как видите, как-то не очень результативно. Поэтому переходим к второму эпизоду, для которого я, опять же, хочу Рафа взять. Но Рафа классического и Рафа космического. Посмотрим, как они справятся с этой командой. Причем, команда довольно-таки крутая, выше уровня. Но, надеюсь, что наш герой исправится. Итак, первая волна Крэнги шагающего и гуманоидного типа. Вот сразу же Раф классический метает канализационный люк. Интересно, сумеет ли уничтожить монстра с первого удара. Не сумел. Крэнги выживает. Но я сразу же добью Крэнга на шагающей платформе. Для этого Раф стреляет из своего бластера. Вот, здорово. Одного удалось завалить. Но пришло время Крэнгов. И они забрасывают наш отряд бомбами. Кстати, сразу же просила здоровье классического Рафа. Ой-ой-ой. Врагам удалось наложить негативные эффекты, постепенно уменьшив здоровье нашего отряда. Ну что ж, пришло время применить экстренное оружие. И Раф классический пытается смыть врагов водной струей. Ох, ничего себе. Шутя уничтожил первую волну. Классический Рафа. Мы переходим ко второй. Итак, что я могу здесь делать? Я могу подключить черепашон Кочомпи. Детеныша космической черепашки. Вот это питомец Рафа космической. Итак, огненной струей он прожигает и выживугает одного из роботов Крэнгов. Отлично. Есть возможность исцелить наш отряд, но я пока приберегу эту способность. Давайте-ка пока попробуем вот как-то так запинать вражеский отряд. Итак, супер удар Рафа космического превращает Саи в космический хлыст. И шутя уничтожает очередного противника. Итак, как видите, друзья, Крэнги продолжает атаковать, но я восстанавливаю здоровье нашего отряда благодаря пицце классического Рафа. Ну что ж, чудесно. А вот теперь давайте-ка уничтожим оставшегося Крэнга и перейдем к Воссам. Не сумел справиться Раф, но Раф классически добивает этого врага. Что ж, здорово. Бой получился не жестче, чем я рассчитывал. Но тем не менее, наши герои неплохо справились. А вот теперь будет самая интересная битва с боссами. Опять же, выламывает стены, выламывает панели. Вот лавовые и легенды Голем. Пытается выяснить, кто из них круче. Вот меряется силами и в конечном итоге объединяется против нашей команды. Сразу же мощнейший удар космического Саи. Вот Рафа космического. И удалось снять большую часть здоровья лавового Големова. Ох, ничего себе. Итак, вот лавовый заплевал наших Рафов, причем нанес колоссальный урон. И мне срочно надо добивать ледяного Голема и пытаться справиться с лавовым. Ну вот, одного мы запинали. Вот, кстати, этот негативный эффект здорово подгрызает наше здоровье. И срочно надо уничтожить противника, иначе наш отряд может погибнуть. Вот, здорово, удалось ранить, оглушить лавового Голема. Классический Раф пытался его запинать, не получилось. И да, вот супер удар Крогнарда, любимого героя сериала, должен привести нас к победе. Космический Раф атакует и побеждает, добивает противника, а наши черепашки празднуют победу. Просто круто, здорово, фантастика, хороший бой, хорошая победа, и мы идем с вами дальше. И да, наша награда, это же, конечно же, снаряжение, мощь, вот ингредиент для прокачки героя на максимальной ступень. Вот, кроме того, я хочу еще попробовать что-то добыть из мешка добычи. И как-то, друзья, не безрезультативно. Что ж, тогда переходим к третьему эпизоду. Враг становится все круче, все сильнее, и мне кажется, друзья, сейчас уже надо собрать команду черепашек. Итак, до неведения Микеланджело оригинальный, Раф из фильма и Лео ролевик. Полная команда черепашек, негативных героев я сегодня не буду брать для этого испытания. Ну что ж, посмотрим, как эти герои справятся в очередной битве. Вот, причем, друзья, заметили, полностью команда черепашек, правда, разных составов. Раф, Лео, Микки и Дони. Что ж, начнем битву, и сразу же массовая атака Микеланджело оригинального. Он бросает бомбу, которую нарисовал художник. Удалось ранить первую волну, но, как видите, враги выживают. Что ж, ненадолго, Лео пытается выжить первую волну своей огненной атакой с клинка. Вот, не очень здорово, а часть врагов выжила и даже пытается контратаковать, но я не думаю, что это им поможет. Итак, Дони, видение, метает молот, шутя, выбивая одного из врагов, а дальше уже бой заканчивает Раф, метнув свои сайи. Вот, просто чудесно. Итак, первую волну мы, в принципе, справились с шутя. Переходим к следующей волне. Итак, целая куча крэнгов. Интересно, сумеет ли Микки своим суперударом, в прыжке нанося ударом нунчаками, удалось ему выбить противника. Хотя, я, честно говоря, сомневался, но это нам удалось. Лео метает щит бумеранг, оглушает крэнга. Вот, и, а что же враги? А враги, тем временем, прокачивают атаку, и даже, вот, кто-то из них ранил Лео. Вот, метает бомбу один из крэнгов. Кстати, было бы здорово нам либо прокачать здоровье, либо усилиться. Ну, давайте-ка, друзья, я пока прокачаю дополнительно атаку. Для этого, до неведения, разрубает фигурку тигриного когтя. Вот, Раф из фильма, тем временем, привлекает внимание к себе. Итак, мне, честно говоря, друзья, нужен сейчас лекарь. Да, кроме того, удалось наложить на врагов негативный эффект, уменьшение скорости. Кроме того, давайте-ка я прокачаю иммунитет, чтобы враги не смогли наложить какого-то негативного эффекта. Здорово. Кроме того, Лео Ролевик вызывает огонь на себя, привлекая внимание врагов. Отлично. Ну, а сейчас давайте-ка я добью кого-то из крэнгов. Причем, я думаю, друзья, кого атаковать. Давайте-ка я попробую расплющить вот этого врага. Мощная атака до неведения. Отлично. Очередной крэнк уничтожен. Кроме того, Раф пытается использовать массовую атаку. Бросить холодильник взрывчаткой. Взрыв, удар. Отлично. Итак, остался последний крэнк, которого добивает Микки оригинальный. Итак, очень неплохо сработала наша команда. У меня только, друзья, напрягает то, что вот довольно-таки мало жизни осталось у наших героев. А впереди еще битва с супер-боссами, ледяным и лавовым големом. Интересно, сумеет ли мы победить. Конечно же, все возможное я попробую сделать, но не факт, что это получится. Итак, объединяются, пытаются запинать наш отряд. Ну, а я пока давайте-ка попробую атаковать лавового монстра. Итак, Лео Ролевик рубит мечом. Удалось наложить негативный эффект, уменьшение защиты. А лавовый монстр, тем временем, заплевал лавой наших героев. Ох-ох-ох, друзья, и Микки оригинальный падает. Как жаль, как жаль. Итак, друзья, не сумел я сберечь всех черепашек. Но, тем не менее, Донни снимает еще часть жизни, а Раф из фильма добивает противника. Неплохо. Кроме того, обновилась способность огненной волны Лео Ролевого. И Лео сразу же прожаривает ледяного монстра. Как видите, тот жил. Здорово подмораживает Раф из фильма. Кстати, очень круто просело его здоровье. Если так пойдет, мы его тоже можем потерять. Вот. Итак, надеюсь, сокрушительный удар нанесет Донни. Не сумел. Отбой закончивает Раф. Итак, метнув Сай, он побеждает и добивает ледяного монстра. И ледяной голем побежен. Что ж, это было круто. Это было здорово. Хорошая битва. Хорошая победа. Вот наша награда снаряжение мощь. И я хотел бы попробовать еще добыть из третьего эпизода, из мешка добычи, этот ингредиент. Итак, друзья, не сработало. Не сработало, потому что я сыграл всего на 2 звездочки. А ингредиенты можно собирать только из тех эпизодов, где 3 звездочки. Что ж, давайте-ка тогда я попробую собрать с первого эпизода, не получилось, и еще сделаю попытку со второго. И да, удача. Удача, нам все-таки удалось выбить снаряжение мощь. Вот, 4 ингредиента мы добыли в сегодняшнем испытании, и мне кажется, это здорово. Что ж, великолепно, друзья. Итак, завтра я планирую снять усаги против мощи. Ну, а сегодня на этом уже буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok